Корочка хлеба, конечно, не банан, но адаптация к русской зиме – штука суровая. Явонская макака носит гордое славянское имя Тихон. Двухлетний Тиша появился в Самаре в середине декабря и уже успел прижиться в доме хозяина. Я просыпаюсь, и он, естественно, рядом со мной спит. На кровати? Да, он спит рядом со мной. Соответственно, просыпаюсь я, просыпается и он. Ну и тут начинается самое интересное. Мне приходится за ним постоянно следить. И, так сказать, его постоянно с собой, чтобы он что-нибудь не натворил. В такую погоду, в минус 20, явонскую макаку, конечно, на улицу выносить нельзя и содержать только в тепле и в теплом свитере. Зато здесь есть другие животные, которые не боятся холода. К ним-то мы сейчас и пойдем. Один лишь злоторогий олень не боится его. Злоторогий олень? Да. Рассказывают, что его может увидеть только самый смелый человек в Лапланде. Олень-стифлер – самый старший среди зверей. Ему пять с половиной лет. Каждый год у него отрастают огромные ветвистые рога, которые могут быть страшным оружием в диком лесу. Человек уже при правильном обращении, северный олень может стать настоящим другом. Олени – не самые умные животные, но они очень преданные. И бывали случаи, когда если умирал хозяин, а рядом с ним жил олень, то олень умирал вместе с ним. А еще бывали случаи, когда хозяин при смерти нуждается в помощи, то олени убегали, приводили помощь. Николай занимается оленями не первый год. В перспективе мужчина хочет устроить контактный зоопарк, где все любители животных смогут поближе познакомиться и подружиться не только с оленями и макакой, но и с лошадьми, поросятами, козлятами и другими четвероногими. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. Мариана Мирная, Станислав Левин.